Дорогие коллеги, продолжаем. Пока нет. Дорогие коллеги, продолжаем. 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 Даже проэндоевропейская реконструкция на фоне более глубинных может восприниматься как промежуточная реконструкция. Но для проэндоевропейского у нас мало возможностей верифицировать материал. Когда мы берем греческую поэзию и на основе ганеровского эпоса реконструируем героический эпос более раннего времени, то в этом случае у нас появляется возможность сравнить результаты реконструкции по чисто формальным признакам с тем состоянием греческого языка, которое представлено при домикенских архивах, где, естественно, хозяйственные темства представлены, а не поэтические. Хотя отдельные следы гигзаметрических строк еще в 50-х годах в эпосах предлагал рассматривать как испорченный гигзаметр. И в этом есть определенный смысл. Мы можем вспомнить Чуковского, который подметил, что многие объявления, которые вывешены в общественном транспорте или в каких-то других общественных местах, представляют собой метрически организованные тексты с сильными нарушениями. Но наименьшие нарушения присутствуют в надписи «Чай индийский первый сорт». В любом случае, использование ходовых размеров в целях объявлений в заголовках хозяйственных документов не невозможно, поэтому у нас есть возможность говорить о том, что гигзаметрическая поэзия могла существовать и в негенское время. С некоторыми особенностями, которые отличают гигзаметр уникенского времени от гигзаметра гандаровской эпохи. Например, для гигзаметра уникенского времени восстанавливается со всей определенностью фонема ха, которая составляет позицию. То есть, если у гигзамера представлено выражение «эн-ха-ли», то это метрическое удлинение древнего «эн-ха-ли» в море. Затем, сохраняя формулу, ее видоизменили метрическим удлинив примок. В настоящее время трудами Ройха Мартина Уэста предлагается следующее хромологическое распределение формул. Для правильного европейства, у которого витамички отсутствуют, мы не знаем, естественно, точную датировку. Мы для этого времени можем восстанавливать лишь отдельные формульные сочетания, которые могли сохраняться, как Клеос Аптитон, Шарабах Акшитон, в метрических контекстах, не идентичных, впрочем, двух традициях. Или же мы можем наблюдать какие-то формульные сочетания, подвергшиеся универбации, например, составляющие сложное имя, слившееся в композе. И такого рода материалы хорошо были собраны в конце 60-х годов Людикам Шмидтам. Для греческой традиции восстанавливается доисторический мекенский период, в основном, на основании наблюдений над созданием мекенской письменности, мекенского слогового алфавита. Целый ряд вещей показывает, что для доисторического мекенского, не представленного текстами, мы вправе подозревать фонетические структуры, несколько отличные от тех, которые имеют отдельные знаки в мекенской письме. Ну и дальше идет мекенский исторический период, который поражает двумя обстоятельствами. Первое. Огромная территория. Только на Крите два города, Гноз и Кидония, современная Ханяк, которые отделены одно от другого белыми горами. И эти белые горы только сейчас можно проехать на автобусе. Они были еще в XIX веке непроходимы. То есть контакты между вот этими центрами были исключительно затруднены даже на Крите. Не говоря про греческий материк, где огромное количество табличек, найденных в Пилосе, в Мекенах и в Теримфе, табличек очень немного, но имеются надписи на вазах, скажем, под Афинами или в Симе, имеются чрезвычайно важные и обширные находки в Фивах, находки 70-60-х годов и находки 94-го года, когда просто больше сотни текстов было обнаружено. Причем удивительного содержания не исключено, что речь в этих текстах идет о жертвоприношениях, в том числе жертвоприношениях животных. По крайней мере, там упоминаются, даже не в падеже множественного числа, куси, что должно соответствовать кюмиси, так сказать, греческому кюси, собакам в том числе. Так что вот, кроме этого упоминаются змеи, которым тоже небольшие количества, и так далее. Ну, правда, идет полемика между геном и остальными генологами, нельзя ли это рассматривать не как название животных как таковых, а гененные названия племами. Что касается северной границы распространения мекенской культуры, то она нам до конца не ясна. Ясно только, что Фессалия должна была входить в состав мекенской культуры. Это показывают археологические памятники, в частности, крепость, которая известна как крепость в Глах. Но там нету текстов, а для остальной мекенской Греции мы обнаруживаем удивительное не только единство в использовании алфавита. Да, есть местные небольшие различия, там чаще употребляется отдельный знак Х, знак А с этим же значением. Но это, в общем, мелочи, потому что даже документы, а мекенские документы представляют собой глиняные таблички, на которых, которые двух типов, как оливковый лист, поделенный линией на две строки, либо размеры страницы. Ну и в Национальном музее в Афинах одна из табличек размером просто формата А4, то есть представляет собой такой хороший кирпич, на котором были сделаны записи. Так вот, заполнение документа всюду абсолютно одинаковое. То есть текст имеет очень-таки заголовок, затем по строкам перечисляется, иногда на несколько табличек, перечисляется, собственно, содержание документа. Если нужно указать, о чем идет речь, то слово повторяется в виде диаграммы. То есть совсем не то, что на Востоке, где для какого-нибудь Херцкого мы бы имели обязательно вытрепление диаграммы ГИШ, чтобы показать, что это деревянные сосуды. Значит, вот такое единство писцовой школы, оно поражает и позволяет думать о том, что в Некенское время было что-то вроде наддиалектного койне, и не исключено, что это использовалось и в поэзии. Затем выделяется два иолийских слоя. Иолийский, относящийся к Валканскому полуострову, то есть район Фесадии, грубо говоря, и иолийский восточный, который соответствует островам и побережкам Новой Азии. Именно оттуда, как считается, иолийский в своей основе гамеровский эпос был заимствован в ионийскую область и дошел до нас со следами отчеркивания ионийского диалекта. За последние несколько лет было очень любопытное исследование, помню, это последняя статья покойного Карнелиса Ройха, который попытался связать вот этот последний переход на прямую с биографией Гамера. И, так сказать, получалось, что реконструируя биографию Гамера, мы получаем ионийца, который более обстоятельств оказался жителем ионийских говорящих регионов. Там позаимствовал иолийский к тому времени эпос и принес его и пересказал на ионийском диалекте своим соотечествием. Интерпретация очень симпатичная и, как всегда, у Ройха основательная и приятно ее читать, но, тем не менее, это вызвали некоторые сомнения. Иолийский слоев, который традиционно восстанавливается еще со временами Адельбергов и Фига, филологами и классиками, в настоящее время только один Гарри Невер пытается отрицать, все остальные карты его признают. Проблема прерыва между традицией, между негенской и архаической Грецией очень отчетливо формулировалась, особенно в России. И сама формулировка «прерыв» принадлежит покойному Юрию Викторовичу Андрееву, который много занимался с точки зрения истозии этим периодом. И на самом деле для мегенского времени мы обнаруживаем замечательные фрески. Даже что-то наподобие барельефа, хотя единственный такой пример – это фреска принца Кносе. У нас нет монументальной скульптуры совсем, есть мелкая пластика мегенская. В мегенское время, судя по всему, почти не писали на вертикальной поверхности.